чё вы у босса уже шкаф поставили этот револл тут и песса где песса зайдёт нет так чё-то я его не вижу из того что падало никому же ничего не надо если вдруг что-то надо будет сразу говорите ну запа я думаю на трансмог смысла нету ой так что если вдруг что-то выпало и кому-то надо сразу скажите кидай обмен на жезл так это самое ты ты тут рим ворлд диспейлить надо как только баф повешался на меня это основная задача потому что он висит 3 секунды и за секунду тикает по 20 на 30 тысяч надо чтобы эта хуйня по мнению титла здесь полил и самое главное смотри он еще руки поднимает когда кастует эту хуйню на меня так что должно быть видно что тут делать нужно миликом а просто бей босса только агро смотри не сорви там когда один босс останется уже вовсю можешь бить но пока что первый маленький потом средний потом большой блять ладно похуй насчет три пуля им раз два три так первый не повешается потому что я зеленку поражал так средний закастовал лужу я сначала выведу чтобы босс не наносил по мне увеличенный урон босса из лужи теперь подведу маленького чтобы его могли доставать милики из синей лужи вот давай диспель в синей лужи увеличивается наносимый урон так щас ну похуй тогда так бейте все теперь средний так урон увеличен там рим ворл диспеле так что два паладина спамим от хил по войду так все набирайте range уже стоим в редже потому что будет сначала синяя лужа потом зеленая из под босса тоже выйдите потому что си зеленая кидаются на игрока а синяя всегда под ноги боссом нельзя чтобы синяя была в зеленый вот синяя кидается уже от боссов убегаем от боссов убегаем набираем range из зеленой лужи выходим зеленый лужи выходим так прожал зеленку да этот пидор будет рада дальше все бейте среднего когда скажу стоп ним дамаг подождем еще одну одну синюю лужу нолями где-нибудь стоп ним все стопайте дамаг не бейте отходите набираем range тоже будет синяя и зеленая на нам наша задача не бейте босса вообще никто уберите петов все служи выходим служи выходим сейчас он когда к станет нет босса не трогайте ничего не бейте блять когда к станется синяя убиваем этого и хант готовься таунтить на максимальный range от большого встань и тебе нужно будет забрать большого оси я замкающим выстрелом так готовимся где синяя блять действительно от секунд сейчас скоро будет из-под босса убегите все будет он сегодня кастовать нет 2 зеленых был вот синяя все добиваем этого босса хант готовься когда скажу нажимаешь отвлекающий хант нажимай отвлекающий отлично геру full dps сейчас я сейчас я подведу rdd в синюю на так орды дэв синюю надеюсь достаете так дпс просто бустим так ставь тотем паладин рим ворлд гейм на ману даю незыбку рим ворлд гейм на хп читай пытаемся добить бисер на хп тоже дай он как отхилился когда умирают люди на рынке встаньте между собой и песо нету ну короче прожимки нажимаем стараемся не сдохнуть все еле-еле он когда люди умирают он это самое отхиливается у вас так сейчас я сдохну отойдите от меня надо будет меня резнуть через 0 секунд сколько я ходил за этим поясом на раз 10 лет уль два за пояс ну он 39 а у меня там 15 секунд рез это самое еще подождите уже в то время лучше пояса не было это было то я буду квест на делать на этот как он называется но насчет хэмов на хранителях все точно не сделаем но как-нибудь другой раз когда уже full рейды будут там сделаем на побольше людей будет сюда ходить то значит это забираем забираем если кому-то шмот какой-то надо сразу говорите там над винов так осколочек айновен гц первый твой так я беру диск буду сделать квест есть 30 немножко осталось пояс неплохой на надо кому-то пояс так сейчас этот квест быстренько получу квесты на печати если кому-то надо покурить там три минутки есть возле этого с руками стойте за эти потом шкаф будете там взял какой-то квест священ а блять там же до планетария еще бежать надо сука я забыл кто не афк пошли там моба объем одного большого возле планетария где колгалону проход потом надо будет крест на печати взять учу хант справился видишь не так сложно ты кому делаешь до кашки на другом кистана же ну я кем-то ходил ну друид паладин по моему я делал даже на присте по моем был до кашки ком видишь прочее ролить стоишь лп жку нажимаешь и все все заебись а вы туда подошли до убили что ли мог бы мы не знаю можно принципе алгалона попробовать если хотите ну не сейчас так вход найден на этого на рука снова пошли дальше только не спустил плечи плечо кольчуга вот эта меткость рп до без дырок там щупальца вылазит это другие хант кольчужные просит зелененькие такие с клыками там их много запросил вот это кроме ханта надо еще кому-то на трансмут ну хотите парольте на трансмут пусть берет ну пусть берет так грудь на транс ага да она так на тех час эти по пиздят блять он 1 на 1 могут игроку же делать такой сток да за раз шкаф поставьте скажешь когда сумма анализ статуса хранителей подождите найдены признаки поражения хранители подвержены влиянию извне печати повреждены но ведь должен быть способ очистить их верно да применение силы вызовет перезагрузку функций хранителей и их выход из-под внешнего влияния чтобы рассчитать угрозу возможного уничтожения печати мне необходимо проанализировать статус каждого хранителя о результатах вы узнаете незамедлительно но никак не думал что мне придется воевать против их созданий так все беру квесты так а вот тут надо по моему танк блять или не надо я ничего не помню так много же данного и в одного попробуем короче есть две руки вот если мы смотрим на босса то слева находится правая рука вот звездочку поставил а справа находится левая рука так вот та которая звездочка правая она всегда три человека хватает поэтому спула ее будем зергать после того как звездочку убьем бьем кружок и одновременно босса и все ауешим всю хуйню прям ебашим гера спула чек на пол здесь не сдохну там же мелкие будут очень сильно да не мы их убьем а давай давай тогда по другому этот самый про мелких забыл что-то спула спула все дпс по туловищу вот а когда три человека схватит нужно будет звездочку дпс отдать чтобы их отпустила иначе не там сдохнут тема лифицист тут бисер изобретен нету пола это нету перезайду пока написал я захожу возьмите он еще одну как раз вовремя переживала бисер тут десешник вообще решает да там будут лучи короче гоняться за вами с них надо выходить будет бегать на этот бисернут и тут нет бисера нету и малифициста 1 похуй сдохнем так сдохнем чем мы теряем заходите за линию на счет 3 будем пулять бить босса если что это забыл туловище раз два три но если шок не придется с второго танка спек так да вот это надо захиливать еще время ворлда маны нету залейте там ману кто-то так пока что вроде никого не хватало вот звездочку переключитесь побейте чтобы отпустила как только он с руки их выкинет эти метки так можете сразу продолжать босса бить так вроде выкинул все уже туловище уже руку не бьем так руки отнимают по 15 процентов где-то на 30 процентах подбейте немножко кружок где-то на 30 на 40 процентах будем бить по рукам потом просто босса добьем кружок подбейте все теперь по звезде играем освобождаем людей кружок rdd за мульти дотайте сейчас когда их отпустит все это full dps по кружку давайте по кружку убиваем кружок потом сразу звезду и добиваем после там два процента будет просто две руки разбивайте дал не зыбку все так еще тут выпало плечи на трансмог надо кому-то лечь хороший топа тебе надо надо на так это в луке не вижу я упал и вышел мне они не нужен мне нужен так вот те плечи так следующий босс это баба которая ходит здесь кругами на несложная но туда но надо бить трэш будет так ну по моему на нее надо будет давай этот рарник спит вниз короче сначала два моба зальем здесь пока спека 7 обувь подъем я отведу их сюда наверх пока не бейте их пока они идут и отвернулся спиной к рейду надо находиться у них за спиной иначе они будут веером молнии бить убить их надо одновременно поэтому у кого больше хп того бейте кого меньше хп того не бейте вот которого пол хп его не бейте бейте у того у больше хп так все значит тактика очень простая значит будем заводить сюда весь рейд будет стоять в танке звездочки на мне будет звездочка рарник спула будет забирать мобов вообще спула все на полы дается ханты и роги все на полы короче давайте на рарника будем давать значит равник по максимуму там таунтишь я тоже буду таунтить и станы раздавай где рарник он что-то спулил ты где-то пока нам придет блин так бьем вот этого большого моба ебать если у кого-то есть какая-то там я не знаю для чем воздухе стоит чё за хуйня гребните его кто-то он в тебя смотрит ну ладно либо все не надо оставьте его а он бежит все он убежит но у ханта бежит надо было пулить и зачем он нужен потом и выводим все скоро придет босс весь рейд стоит перед ебалом чтобы делить риск который к стоит босс перед собой после того как с пулем босса на нем есть рядом четыре кошки сначала весь рейд ждет секунд пять чтобы пошло агрона танка рарника рарник спула там будешь прожимать сразу уже стильную защиту том если прок нет ревностный скажешь что прокнул ревностный и нажмешь внутри не там все что есть все что осталось и бисер дашь ему зубы вот это тоже с незыбкой буду я не в дц если что значит крылья дашь айновен спула дашь масса кру пока мне незыбки нету я наберу лучше стаки вот после того как зальем 4 кошки возле босса full dps по боссу когда босс к станет луч из луча вылезет кошка ну наверно одну кошку убьем одну или две там как по дпс у будет и уже будем когда кошка будет умирать будет лужа из нее просто выйдем и дальше будем бить а еще есть фир так значит там уже кто-то раскидал нет мурависта сюда там каст уже врать нам забивать все перед борисом призом акиса и этот как он называется блять все шаманы тотем и трепета поставьте все стойте здесь в углу сейчас я спулю эти пидоры уже побегут моделька модель радник беги беги со мной тоже эту тарелку кинешь все кидай поехали так давай масса кру фулл ау я просто даем да он не зыбку все теперь просто босса бьем ями корей с них историю сразу указ клапка пристава так скоро будет фир тотем и трепета поставьте есть их кошки убили вот этот касс надо сбить это шаманы энхи могут делать тотем трепета когда срабатывает сразу перед лицом суть так это мелкие трэш просто уезжаем и все и он умрет сейчас будет дыхание перед ебалом надо находиться все теперь скоро будет луч вот рарник забери этого моба все full dps поэтому могу одного убьем и уйдем отсюда и поверну на вас пока сейчас сбиваем каст сбиваем кассы сбиваем к спевам каст мог прыгает по рейду где он умрет там появится лужа не забывайте стоим перед лицом босса так вроде как умер выходим из из лужи вы хотите выходить выходим из лужи встаем перед лицом босса и просто добиваем скоро там появится кошка она сначала встанет а потом живет смотри там если что-то он просто нажми и станут еще так успеет стать нет вот она встала сбиваем каст все просто набирай на ней игрой все можете вместе да уже пофиг с эти два тела идите дальше в ледяную пещеру сечет она трансмут надо там сразу скажите передал на сугробы не наступать так тут есть сугробы в этой пещере идем смотрим как и идет звездочка не наступаем сугробы сугробы это такие вот штуки сейчас я вам покажу 3d меткой вот кружок поставил в них нельзя наступать иначе вылезут мобы мы здесь будем три часа сидеть вместо полтора также сбиваем косты гриппы мобов все это делаем идем как звездочка показывает за звездочкой обходим сугробы тут есть большой моб сейчас мы его и банем тут наступил ну это с опытом приходит это не сразу тоже надо 10 лет поиграть в этот инст пошли дальше вместе с этими мобами не стойте там идите дальше то всего лишь маленькие мобы которые мало бьют не должны вас отвлекать пошли пошли двигаемся идем по стеночке за звездочкой вот двигаемся сюда налево стенки прижимаемся вот сюда идем по стене чтобы не спулить сугроб бисерскую ну вот и сами тогда бейте если кому-то интересно бить йорман гаров этих то ну бейте пожалуйста мы дальше пойдем пошли дальше все кто не пулю все остальные кому интересно и бить можете оставаться там заходим в комнату с боссом я говорю проходить дальше для того чтобы вы проходили они стояли то в коридоре ему вас не ждали пока вы дойдете как заображен тебе чё кисти собрание кисти 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 вот эти на на этом боссе сначала надо перед полом ну когда спулится босс еще издеваетесь из игру вы скрыли но боевым зачем вы запускаете эти сугробы а тебе чуями к так кисти на на боссе есть три вида бафов первый баф это костер он малозаметный такой на полу лежит не как обычный игрок рассказывает рассказывает костер из деревяшек такой так а тебе еще лук наверное вот нужно словить все три вида бафа чтобы увеличился дпс у рейда потом есть луч лунный такой столб света белый у него надо заходить там увеличивается скорость каста еще сосульки падают сверху с них надо выходить и вообще смотреть на звездочку когда звезды но смотрю смотреть скажу смотреть на звездочку бегайте как показывает звездочка там нужно будет выйти из больших луж и когда сугроб упадет зайти обратно чтобы не заморозиться вот еще есть грозовая туча кидаются черепок на человека и вокруг него электричество такое она дает крит это нужно просто в к нему сбежаться если хотите конечно свой урон увеличивать костры жизнь костры да вот кто видит костры вставайте на костры стоп уже пометка вот как бы кто вскрыл сугробы вы нас вайпнули наличие 25 гер в комнате всем проверка надо моделька модел модельки бежать спула сначала ледяные вспышки разбиваем потом только босс на счет три пулям 1 2 и все full dps по склепам и постоянно двигаться на здесь иначе вы будете получать стаки трескучего мороза и это можно прыгать до милики просто главное в синие вот эти сосульки не вставайте там 1015 урона прилично плохо пройдет вот грозовая туча лайму похуй он от рейда убегает айна вен сбегись хотя мы стоят вот смотрите появилась синий луч света но там еще сосулька падать смируны выйти вот упал и уже можно зайти там скорость повышается видео где звезда стоит там другие столпы еще появятся так главное рдд в стоп света чтобы вставали там будет это как называется ну скорость каста увеличивается дпс соответственно давайте геру короче дпс и сейчас смотрите внимательно когда скажу выбегаем с больших луж так рарник забрал а ледяные дуновения дал не зыбку дал не зыбку выбегаем из больших луж стоим к показывает звездочка забегаем на большие лужи рим ворл гимна хп и продолжаем бегать дальше все так нету осколка сука щит неплохой мне нравится щит дату и на так дальше там мобы будет секунду это всех у него надо т8 кому-то если надо будет там тоже на трансмутере на что-нибудь скажите закинул пока просто сумка боющий а чё с этого сундука что-то нету них я не понял вот этот сундук чё у меня не открывается там здесь 30 лет и даже не я с того забрал который исчез а этот не открывать чё за хуйня вот тут есть что-то этот ровист провести вене хэси багнулся нету до эпоху короче бля как так вообще а вон бой может из-за боя блять а ладно плохо сейчас пулил шестеренки нету короче ладно плохо поебать так следующий босс торим у нас наверное легкий режим делаем до сложного пока далеко так ну самое главное одновременно бейте мобов вот которого больших по его бить и там прям сильно отличается десятки на десятку закрывал это там 5 дамагом отличается короче ладно побудешь равни когда в этом в танке ты не ты не в танке ладно не надо танка тогда просто на арене побудешь с этим как он называется справедным да там мобы быстро будут умирать принципе милика вон нормально да и тем более нам хм не делать быстренько пробежим изи мод наоборот медленнее пробегать блять а я полутал печать а вот она все чуть чуть не забыл и 7 и быстро пробежите gear запустится так в вар хант шаман грудак надо кому-то и рога дк макдруид т8 так на стресс над стресс и хант кому из вас так пока что на история тебе на рогу но это до ханту дам так пока там не не пульте не еще короче в коридор пойдут ну давай в третья party все пойдете айн вен пойдешь я знаю что он дел 3 party айна вены я все остальные остаетесь здесь считаетесь выживаете и зергайте мобов ну самое главное там мобы которую первую очередь надо зеркать это завоеватель потом еще какие-то там есть уже забыл блять некий у них как начинаются ну короче который вертушки крут короче все мы бы которые уходят их надо разъебывать быстро вот и все до пробудитель вот точно пробудитель это который хилит касту и там щиты вешает ему надо сбивать косты иначе залупа будет полная из него надо диспелить вот так ну проверка все пошли машем просто вывешим и на руку так я пойду к этому как он называется к рычагу а там уже стоят все нажимая рычаг подходим 3 party к звездочке к решетке монахиня иди сюда монахиня быстрей так стойте за углом пока не выглядывайте особо так все решим этих пидоров только смотрите первую очередь старайтесь вон тужника бить который кастует всякую парашу видите вот эти пидоры этим не стан дают и там короче рука к стоит вот видите вы дамаг получили на левую сторону где звездочка давайте постоим поучимся вот увидите дамаг два носка келья получили вот слева видите нам оба в конце коридора вот проходит огонь такой вот он прошел он кастует с другой руки перебежали в эту сторону да вот за этих уютой вы должны сами смотреть вот смотрим еще раз кастует смотрим с другой руки к стоит видите огонь прошел перебегаем другую сторону и пока перебегаем уже увешаем вот этих ног и на другую сторону обратно обратно на другую сторону тут мобы меня станет так что на меня не смотрите прибегайте вот видите вы дамаг все равно получаете не бейте лучший мобов если вы не видите огонь вы сейчас просто сдохнете вихторка уже сдох теперь ты до конца босса будешь тут лежать как бич ишь как поэтому поэтому надо сначала смотреть на моба а потом уже бить так чё у нас там минуту еще вам тусас кстати говоря когда заходите в эту комнату но об этом вы не знали конечно надо встать под жопу этого босса если будете стоять в воротах он чарженится в ворота и запустит все все мобы появится заново обновятся типа если вы не хотите это вот лучше встаньте под жопу к этому боссу к этому могу которого большого мы сейчас убили босса потеряли бывает а так вот здесь ворота открылись идем по стеночке как звездочка показывает если пойдете по кругам там попадете в ловушку и заморозить да и спрыгнуть надо всем одновременно да не обязательно там убивают этому не ну да когда он спустится будет молния спрыгивайте вниз все я запустил босса сейчас он спрыгнет черт давайте геру full dps сейчас смотрите запоминайте для геры сейчас в босса идут из колонны молнии в ту сторону в которую колонна посылала в него молнии он даст веер молнии сейчас видели отдал теперь следующий раз смотрите это он там чем цепухой до убил вот смотрите от этой стороны где колонна посылает молнии в босса надо отойти это люди стоят все равно вот нормально вот смотрите еще раз если кто-то не заметил для геры надо это видеть самому смотрите вот та же колонна посылает в босса молнии заряжает его сейчас он повернется в эту колонну и даст веер молнии стаки на боссе увеличиваются и дамаг от молнии увеличивается и герри он будет будет шоттать этими молниями даже даже в обычке видишь люди умирает вот я мига умрешь и вот молнии просто отойдите от этой половины комнаты он еще цепуху дает на для цепухи чтобы ее не ловить надо раньше вот смотрите колонна опять посылает в босса молнии ту сторону он сейчас даст вверх веер молнии вот дал все заебись так опять так пока этот гусь пиздит резать из там минутку отойду фрейда так чё там выпало и блять параша надо кому-то на рога дк макдруид история история те закину короче если вдруг тебе надо если нет там кому-нибудь отдашь окей так навара закину ханту если если надо больше чем ханту шапку то разрулите так ну фрея тоже очень простая да давай отойди азива это чудо вместо ульдора не посылает у собаку троить да хуй знает что ты делаешь в горах долгоден даруй мне силу надели моих смертных союзников мощью грома да может после ульдой люди подтянутся собаку троить все время останется ну посмотрим если зайдут нормальные мы же выяснили там надо получше одеты рейд пошли мобов бить так то там есть у нас она короче того моба в корни киньте а мелких на меня наполивать их надо разделить вот отходим не знаком мелкие отходим надо отвести от от этого большого здесь вот этот летающий хранитель жизни и какой-то там еще вангровый энд вот они хилят им касты желательно сбивать чтобы парашу не всякого не кастовали вот как примерно вот такую вешку так первый босс это вот этот вот давай запустим посмотрим что он делает я забыл уже короче он будет кидать корни наверное нет корни то следующий он будет давать каст стоп каст вот этот дрожь земли если во время его каст кастовать то дается сало вот этот каст в сложном режиме если это дерево не убивать будет добавляться фрей но так он еще вот дрожание земли опять каст стопаем еще что-то там на танка кастовать будет какую-то хуйню а вот это обратный урон что ли эпоху банки так на банти и цветочки до их конечно надо напуливать эти цветочки большого за банти не большой а большой здесь я понял когда отходим потому что рядом с большим маленькие цветочки бессмертные вот здесь теперь объем а 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 так дальше пачка мобов главное не срывать игру тогда нормально все будет вы можете разбанивать так следующий босс это вот этот он кидает корни посмотрим эти корни также добавятся в сложный режим и все его не убивать и все при делать сложный режим сейчас сможет на кого-то успеет кинуть нет короче на человеке будут корни их можно либо разбить либо дать freedom можете сейчас попробовать так на мне какой-то дебаф много дамажит а вон корни в мили зоне кинулись вот либо отдавать фридом по этому человеку либо просто задамажить корни блять ебаная табличка сука так что-то там кто-то спалил уже равист кого-то спалил кто-то спалил там так тут босс осторожно так мы давай вот эти цветочки банки цветочки и отбегайте что-то стража плеточника никто не банит ну ладно наверное так надо отвести эти он бессмертный и силы не отводить большого там каком-то рэнджи 20 метров наверно так теперь вот эти мамбы так страж плеточник выбирайте кто там там босс идет сука 1 пошли вот этих двух пидоров тогда ебанем заблудшая нимфа так мобы мелкие возвращаются давай их ебанем так мобы мелкие возвращаются давай их ебанем этого плеточника спалилась тварь ладно это я подержу босса залейте мелких пока что мелких вот этих которые под босса идут залейте успеем нет знаю сейчас секунду дам войска приморозьте эту всю хуйню просто зауешь им трэш может успеем не зыбку дал так где-то зеленая ветка выросла а вот зауешили нормально пока что есть и трэш под боссом а иногда и масса кроу так теперь переключитесь стража плеточника кто живые остались разбаньте его добьем дайв и вот с под боссом страж плеточник разбань разбанила вот видите стражи плеточника и тех мелких тоже добивайте у ешьте вроде это последний трэш был такой еще осталось остался древний вот дар и анара вырастает его надо убивать так 3 моба появились давай побьем роман дай бэр вот этих мобов надо одновременно заливать просто уешать если сагрил короче то беги от него нажимай оковы и беги вот но этих 3 моба надо убить одновременно сбивать им косты также просто вы ешьте и хватоплета переключитесь у него хп много если убить тех мобов раньше и хватоплета не убивать они просто возродятся с фу хп вот успели там две секунды оставалось выходите из лучей зеленую ветку бьем так чё нас там муравис ткд и остался ямика еще кого брест нить призом есть вставалка так появился большое дерево встаем под грибы встаем под грибы если не встать под грибы вы получите сало и не сможете ничего кастовать и бить если лучи появятся то перебежим другое место большие грибы скоро исчезнут когда перебегаем под маленькие грибы появился столб света дал незыбку короче на рейд все на зеленая ветка появилась и и просто бьем перебегаю под гриб в речке добиваем большое дерево так добивайте уже дерево где там дпс воде людей живые сало исчезло нормально ямика идея резни и призом притон вас есть вставалки чего вы лежите ой не притон от киса киса жива призом не туда и так мобов напуливаем сначала напуливаем я понял еще им надо сбивать косты так дал окол их от оплету зеленую ветку убивайте так стараюсь забрать мобов на себя он там еще грозовой сбивать ему каст надо то не сбивает что-то и убить мобов одновременно на доход оплету побольше играйте чтобы убить их одновременно и сбивать им косты иначе не будет вот эту хуйню все вытворять видите чаржиться там давать всякие волны так еще две пачки трэша осталось и ямика и иди сбегай резни этого историю пускай побьет он зеленая ветка появился надо разбить так появилось дерево встаем под грибы так тут появился луч немножко тогда перебегу так просто стоим под грибами и пьет дерево как появился луч света надо с него выйти под другие грибы под маленький гриб все грибы мог исчезнуть осталась пачка маленьких мог их надо убивать наоборот не не одновременно а по одному так смена цели дары нара так это получается у нас одно дерево живое было мухам это когда 33 дерево живые так этим об и вроде как не таунтится по одному мило главное не не ауешьте ну или если вы ауешь этих приморозьте кольцом льда и отбегите от них там рейдж взрыва 15 метров каждый плеточник при смерти взрывается поэтому рдд стойте от них далеко а милики когда у них малых а то я просто отбегайте тогда вы не вайпнетесь вот видите дерево 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 кстати обязательно надо убивать есть она вырастет тону захилеет всех мобов на фулу все это было последняя пачка трэша остался только босс выходим с луча света так еще босс будет кидать зеленую хуйню уже скоро не помню в обычке кидают к речке подойдем речке без разницы просто надо из зеленых зеленой параши ты выбежать если доведем конечно вот называется природная бомба пока что таймер еще не подошел скоро босс ее уже кидит да просто с места отойти я переведу босса на другой берег и просто туда перебежите пока что тут стоит на вон она кинулась на полу и зеленую ветку бьем все перебежали сейчас эта хуйня зеленая взорвется если кто-то не прибежал то ничего страшного вот она кинулась кинулась еще раз перебегаем обратно дайте мир бессер кто-то не перебегал остался здесь стоять ну ничего страшного это все равно не выпадемся кинулась еще раз да и перебегаем опять все бомбы взорвались природные так наконец-то будут фласки лкашные бесплатные так на рогу на их истории ты берешь фул комплект сегодня почему бесплатно ну там когда открываешь там фласки выпадают всякие эти как они называются настой бесконечной ярости это все хуйня какая-то трава еще там выпадает из групп порт искра воображения следующий босс это чудо белорусской техники там сельскохозяйственной разработки титанов они были этими как они называются далекими предками белорусов так из кровоображения сейчас вы увидите это все сами лучше чем рассказывать в общем босс состоит из четырех вас первая фаза белорусский комбайн ну или трактор как хотите называйте он ездит на на гусеничном ходу вот и в общем периодически от него надо отбегать и он еще раскидывает бомбы трактор беларусь да так называется подбегайте уже быстрее сюда красный клуб не нужно нажимать собирались все собрать что собрать ну потом когда лучше ставить голову не спритягивать а так он ставится вот или ты про что имеешь но стоишь собираешь когда убиваешь чтобы самок разную кнопку нажмете американский там быть да блять ну пиздец будет блять ну подбегать сюда быстрее уже чего там искра что-то там какая-то искра чельки не протонуться не могут на искра воображение там когда с фреи выходили там такой телепорт есть на него тыкаешь искра воображение и спускаешься вниз по лестнице так на стресса еще нету тыкать не хотят на сумму все на стресс присумонился все тут так надеюсь за воротами никого нету ладно запускаю босса походу уже объясню что делать милики если вы не хотите сдохнуть просто постойте в сторонке и посмотрите что происходит сначала первые 10 секунд можно бить потом лучше уйдите если кто не знает тактику так мы смотрим сначала спула босс пиздит всякую хуйню но это можно не слушать через пять секунд надо отбежать можете уже отбежать если не успеете среагировать все отбежать от босса на 20 метров также обратите внимание вокруг босса лежат такие мины вот я еще повзрываю по мне будет наноситься урон но это как пример вам что так нельзя делать вот еще одна осталось или две если две тут двойной урон вот вы уже видели тактику на первом оба это получается белорусский трактор дружба так вот еще бомбы и взорву чтобы вдруг вы на них не попались так взорвал все теперь надо отойти с центральной платформы потому что сейчас она взлетит и откинет вас из центра вот никого не откинула но это в принципе не страшно так следующий босс белорусская пушка была когда-то корабель жилка это шилка да вот она стреляет прямо из двух рук сейчас они появятся за спиной у босса висят две красные ракеты которые будут периодически вылетать в рейд они будут оставлять красную метку на полу это лазерное наведение это наводчики работают так и из этой красной метки надо будет отойти но сейчас если попадется эта хуйня а гроу босса нет просто его надо зергать так поставлю на себя метку если вдруг будет обстрел то надо будет стоять везде блять что не ставится сука сейчас вот поставил так босс крутится будет по часовой вот смотрите красная луч туда летит миллион урона лог стоит кастует ему похуй вот нормально миллион урона и успел спастись в принципе до обстрела мы успели убить но в гире когда-нибудь научимся или когда-нибудь будем стопать дамаг чтобы посмотреть что это такое может на последней фазе в принципе увидим сейчас будет белорусский вертолет так на последней фазе на четвертой все эти три белорусские чудо техники соберутся в одно целое и будет белорусский супер робот короче смысл в том чтобы не вайпнуться на боссе это надо убить все три части одновременно если их убить одну часть 12 секунд две остальные части или хотя бы одна будут живые то в этом случае эти части захилятся на фл хп и и тогда придется заново все это убивать еще белорусов не любишь да почему нет просто прикол так такой мем есть чё занимаешься истреблением белорусских белорусской техники это прикол такой же все белки в трэш мелкие заливайте и короче сейчас будет собираться белорусский супер робот смотрите это боевой робот дрон надо подбивать одновременно до их надо убить одновременно и у частей будет по половине хп вниз таунтится водится все они действуют автономно я постараюсь таунтить бошку чтобы она в рдд не била даем геру и просто full аое даем просто full аое милики прямо из изнизу и также кстати будут кидаться бомбы смотрите в них не встаньте так вроде голова на мне это хорошо просто full аое но не залейте одну часть быстрее другой по туловищу немножко притормозить по низу побольше в общем смотрите сами это от вас все зависит как как вы убьете если одну часть быстрее другой убьете будет хуёво она просто не просто захилятся все просто уешьте больше по туловищу поэтому все нормально ну в гире там немножко больше хп будет поэтому так быстро зергануть не получится там еще надо дожить до этого до этой фазы так что будет 25 человек так же будет развиваться огонь повсюду с огнем надо бы делать ну там такая ачивка называется пожарник там вы будете будем там вы фигасе вытягивание крови будете пожарниками то есть как ачивка называется там если если не понимаешь пожар в пожаротушение то придется это пайпаться так перчи на себе пока закинул пошли дальше на следующий портал портал называется обвалившиеся галерея когда туда портанетесь а кому надо тачарка вообще мне так этими лутер создам я не забрал я хочу она забрал ну все ладно пускай будет обвалившийся галерея и налево по лестнице вот там будет два моба их надо будет убить так там здесь ничьи петаем обувь не приведут ладно вроде почти все тут пошли бить